Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как в Лондоне в 10-х числах января ежегодно проходил фестиваль ледяных скульптур. Обычно фестиваль проходит в деловом районе Кеннери-Ворф. Это один из моих любимых районов города, о котором я вам тоже когда-нибудь расскажу. Именно таким, как выглядит этот район, я представляла вообще весь Лондон в первую свою поездку в Великобританию. Но оказалось, что там большая деревня, если можно так выразиться. Но про свою первую поездку я тоже буду рассказывать очень скоро. Конечно, первые впечатления, которые я ожидала от Лондона, абсолютно не оправдались, но об этом чуть-чуть попозже. А пока ледяные скульптуры. Так как на ПМЖ в Лондон я приехала в конце января 2011 года, об этом фестивале я узнала только на следующий год своего проживания в Англии, в 2012 году. Тогда я уже работала на Main People и, скорее всего, по их заданию поехала снимать этот фестиваль. Что я там увидела? Итак, когда приезжаешь в район Кеннери-Ворф, станция метро тоже Кеннери-Ворф, ты выходишь на площадь, по-моему, она называется Монтгомери-Сквер. И там, в районе этой площади, обычно и выставляли все эти ледяные скульптуры, которые были созданы талантливыми скульпторами со всей Европы. Это некий такой конкурс, который проходил в течение трех-четырех дней, где как раз-таки вот эти вот создатели ледяных скульптур соревновались между собой и выигрывали какие-то призовые места. За три года, что я наснимала, конечно, видео у меня очень мало на тот момент, я снимала в основном фотографии, я увидела очень много интереснейших скульптур. И, к сожалению, после этого фестиваль перестал существовать. Но вот в 2019 году мы с моей подругой ездили на северо-восток Англии и в городе Дурам, о котором я буду вам рассказывать где-то в феврале, потому что поездка была февральская, и я вот так стараюсь сопоставлять все рассказы с сезонами моих поездок. И там вот как раз проходил Дурам Ice Sculpture Festival, то есть фестиваль ледяных скульптур города Дура, и мы поснимали там тоже тема была «Герои и злодеи кинофильмов». Но об этом тоже чуть-чуть попозже, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые рассказы о других событиях и городах Великобритании. Что же обычно происходит на таких фестивалях? Тонны ледяных глыб устанавливаются на конкурсных платформах, и воятели создают некие скульптуры, согласно тематике конкурса, прямо на глазах у зрителей. И вот в течение двух-трех дней они должны завершить свою скульптуру. И часто в таких случаях погода очень сильно влияет на слаженность форм. Иногда подтаивает, иногда сильные морозы. Вот когда морозы, тогда у создателей ледяных скульптур все получается отлично. Но обычно в Лондоне зимой очень тепло, и поэтому часто бывает плюсовая температура, тогда весь лед тает, и скульптуры начинают плакать. И это большой, огромный челлендж для создателей вот таких вот скульптур отрезать правильно форму. Они прямо такой какой-то электропилой режут глыбы эти, потом лобзиком выбивают специальные какие-то там отверстия. В общем, все у них продумано, все знают, но в итоге получаются шикарнейшие скульптуры, на фоне которых, естественно, люди приходят и фотографируются. Меня же, конечно, как всегда, впечатляет синяя или фиолетовая подсветка. Все, что уносит меня в космос, у меня прямо некая такая связь с космосом чувствуется. Я просто очень люблю такие цвета, и все, что связано с космосом, всегда этим интересуюсь. Ну, это у меня, наверное, от мамы. Она с детства любила космос, мечтала, когда же наши космонавты освоят космос. И вот, когда ей было 5 лет, Юрий Гагарин взлетел туда. Кстати, по поводу Юрия Гагарина, в первый год моей жизни в Лондоне там установили прямо практически рядом с Букингемским дворцом памятник ему, рассказывали, как он посещал королеву. И памятник открывала его дочь, и даже Березовский успел посетить вот это вот открытие. Но об этом я тоже буду рассказывать чуть-чуть попозже. Обычно на таких зимних мероприятиях всегда устанавливается площадка для детей, где они могут поиграть со снегом. Иногда бывает искусственный снег, иногда натуральный. Ну, и, естественно, все это быстро тает, но дети просто в восторге. Английские дети очень-очень редко видят снег, и поэтому вот такая вот небольшая площадочка, арена, там 3 на 3 метра, там просто все дети тусуются и пытаются слепить какой-нибудь комочек, чтобы поиграть с ним. Кроме того, там всегда проходят мастер-классы, то есть для желающих устраивают мастер-класс, выдают небольшой такой кусочек льда, из которого они должны слепить определенную скульптуру. И там им рассказывается вся последовательность действий, что, зачем, как и почему. Очень достаточно интересное и увлекательное, думаю, занятие. Я, конечно, не принимала участие, но было интересно даже пофотографировать лица вот этих воодушевленных людей, которые там пытались лобзиком что-то выточить из кусочка льда. Не знаю, платный мастер-класс или нет, не буду вас обманывать, Но вообще, вот чем мне нравится Лондон, тем, что там проходит, обычно проходит, не сейчас, конечно, в условиях пандемии, но обычно проходит очень большое количество бесплатных мероприятий, на которые надо только выходить, не лениться, выдвигать себя из дома и наслаждаться чем бы то ни было. Это такие какие-то маленькие кусочки культуры, из которых лепится все твое мировоззрение, и также воспринимается культура того народа, в какой стране ты живешь. Поэтому, где бы я ни была, допустим, если я поеду жить в Германию или там в Америку, я обязательно постараюсь выходить на улицу и искать такие вот мероприятия, чтобы понять традиции и культуру той страны, в которой я живу. Поэтому, да, мне всегда было интересно выходить из дома, и вот на такие мероприятия попадала абсолютно довольная и счастливая, возвращалась домой, кроме этого, естественно, отправляла все репортажи. У меня было двойное счастье, потому что за это я еще и денежку получала иногда. Но, к сожалению, в 2012, 2013, 2014 годах я посещала эту выставку, а потом как-то она пропала. В один год перестали проводить, потом, по-моему, меня не было в Лондоне, я не смогла посетить в 2015, кажется. И потом она так вот постепенно закрылась. Очень жалко, очень обидно. Но зато в этом районе, в Кеннери Ворф, всегда проходит фестиваль под названием Winter Lights, о котором я вам уже рассказывала в прошлом году, смотрите в этом ролике. Не знаю, как в этом году, Лондон сел на третий локдаун. Скорее всего, фестиваль не будет проходить. Может быть, какие-то инсталляции по этому району все еще представлены, потому что какие-то уже перманентно там остались. То есть навсегда, всегда в темноте светятся, там какие-нибудь скамеечки или какой-то шарик, как обычная инсталляция, обычная городская скульптура. Но вот такие вот особенно мои любимые интерактивные вещи, к сожалению, скорее всего, в этом году проходить не будут. Потому что лондонцам запретили выходить из дома, кроме похода в магазин за продуктами или одной ежедневной тренировки на природе недалеко от дома. Поэтому, как будут складываться дальнейшие события, поживем, посмотрим. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok